Вся наступившая неделя будет посвящена Героям Отечества. Об этом сообщил в начале штаба по комплексному развитию региона губернатор Сергей Морозов. На выходных был установлен памятник Александру Невскому. Имя полководца будет присвоено и площади возле ДК УАЗ. Глава области призвала не забывать о современных героях. На прошлой неделе скончался народный учитель России, педагог-новатор Юрий Латышев. Пандемия коронавируса не пощадила патриарху ульяновского образования. Предлагаю рассмотреть вопрос и Министерству просвещения, и руководству города о присвоении имени Латышева губернаторскому лицею номер 101. Мы же с вами хорошо связываем о том, что Юрий Иванович известен как автор уникального педагогического опыта. В свою очередь лицей является инновационной образовательной площадкой. Губернатор также предложил установить мемориальную доску на здании гимназии номер 44 имени Деева, где долгие годы преподавал учитель истории. А среди педагогов областью чередят конкурс Латышева для выявления лучших программ гражданской патриотической направленности. Губернатор поручил усилить демографическое направление деятельности правительства. Оно будет целиком закреплено за первым зампредом правительства Екатериной Убой. Заместитель губернатора Ольга Никитенко будет отвечать за ведомства, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Кроме этого, Никитенко должна подхватить то, чем занимался Юрий Иванович Латышев, когда я его просил. Это формировать такую открытую площадку для общения талантливых и неравнодушных людей. Назвал губернатор еще одно кадровое изменение. Первым заместителем министра семейной демографической политики и социального благополучия стала Анна Тверскова. Ранее она занимала должность приставка исполняющей обязанности. От вопросов образования и демографии перешли к экологии. Вновь поступают жалобы на запах гари в новом городе. Губернатор сам выезжал на место и заверил, что запах действительно есть. Министерством были проведены и дневные, и ночные мероприятия. В ночных мероприятиях я принимала участие лично. Итак, за 5 и 6 декабря было выявлено 9 источников загрязнения атмосферного воздуха. И все эти 9 источников располагались на территории гаражных комплексов. Крупные предприятия на период НМУ отчитались о уменьшении выбросов. Из страны промзоны промышленной никаких загрязнений атмосферного воздуха не выявлено. В настоящее время утверждается паспорт региональной программы «Чистый воздух». Кроме того, в министерстве предлагают создать специальный штаб в мэрии. В него должна войти также представитель силовых органов. А среди предпринимательского сообщества усилится разъяснительная работа. Количество контрольно-надзорных органов или людей, наделенных контрольно-надзорными полномочиями, должно быть просто существенно выше. Причем не только в новом городе, но и в других частях города. Второе. Мы должны активизировать работу по привлечению этих нарушителей к строгой ответственности. В ближайшие дни на территории региона будет сохраняться безветренная погода. Поэтому проблема с запахом гаря никуда не денется. Если не будет решаться. Холодная погода оказывает влияние на эпидемиологическую ситуацию в области. Губернатор поручил активно готовиться к старту массовой вакцинации. Ситуация должна находиться на круглосуточном контроле. Вакцина от ковид поступает 10 декабря в количестве 500 доз на 500 человек. Вакцина двухкомпонентная. Прививается она в первый день и в 21 день. Два компонента. Это первый, второй транш уже. И позже будет еще третий транш тоже в количестве 500 вакцин. Вакцинирование пройдет в Ульяновске, Барышей, Чердоклинском и Новомолоклинском районах. В первую очередь будут прививать врачей и учителей. Основные поставки вакцины начнутся в январе следующего года. В заключении штаба по комплексному развитию региона был дан старт тематической недели нацпроекта «Культура». Отрасль отработала, на мой взгляд, достаточно продуктивно по национальным проектам. Что люди почувствовали в этой ситуации. Но тут очень много всяких правильных эффектов. Начинает многолетних проблем с селу Никольское на Черемшане в Меликенском районе, Красный Яр в Чердоклинском, где новые клубы открылись. И где мы ожидаем новые клубы. Еще и библиотеки и оснащение инструментами и оборудованием детской школы искусств. И завершение работы в театре кукол. По словам первого вице-премьера, опасений о невыполнении нацпроекта нет ни по одному из показателей. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Олправда ТВ.